Каждый рыболов знает о том, что успешная рыбалка во многом зависит от погоды. При этом не всегда солнечный погожий день летом лучше, чем пасмурное небо и небольшой дождик. Особенно если вы отправились половить карасей. Поведение и кормовые предпочтения этой рыбы сильно метеозависимы. Чтобы попасть на хороший клев, нужно обязательно знать и учитывать ряд моментов. Обеспечить удачный улов карася помогут знания погодных условий, которые влияют на его клев. Большинство любителей рыбной ловли отправляются с удочкой на водоем лишь тогда, когда есть свободное время. Например, в долгожданный единственный выходной или совсем на пару часов после рабочего дня. В таких случаях тяжело учитывать погодные условия, в том числе и атмосферное давление, возможные циклоны, направление ветра и прочее. Однако если вы ориентируетесь именно на результат рыбной ловли и количество пойманной рыбы, а не только на приятное времяпрепровождение на берегу водоема, то необходимо заранее составить прогноз клево. Делается это довольно просто. К примеру, вы отправляетесь завтра-послезавтра на рыбалку. Значит, обращаясь к прогнозу погоды, особенное внимание уделяйте температуре воздуха, силе и направлению ветра, осадкам, атмосферному давлению. Собираясь на рыбалку на карася, следует учесть погоду в этот день, так как в противном случае клев может отсутствовать. Конечно, опытные рыболовы скажут, что этих четыре пунктов недостаточно. Важно знать и температуру воды, и геомагнитную обстановку, и даже фазу луны. Но все-таки погодные факторы куда более значимы, поэтому рассмотрим каждый из них и определим их. Температура воздуха. Когда речь идет о температуре воздуха и ее влиянии на то, как клюет озерная рыба, то важно учитывать и время года. Если весна, то чем теплее на улице, чем ярче светит солнце, тем лучше для лугли карася. Дело в том, что рыба только пробуждается от зимней спячки и малейшее потепление лишь усиливает ее активность и жор. Летом ситуация немного меняется. Высокая температура воздуха и жаркая погодка негативно сказываются на клеве. Рыба вынуждена отходить на глубокие ямы, где больше кислорода, и ожидать небольшого похолодания. Поэтому в июне-июле лучше всего отправляться на карасиную рыбалку ранним утром либо на так называемую вечернюю зорьку, с 18 до 22, когда солнце светит не так сильно. В летнее время улов карася будет лучше в утренние часы, когда сохраняется невысокая температура воздуха. Не любит караси, когда летом резко холодает. Клюет рыба в таком случае крайне редко и в основном только на животные приманки. В осенние месяцы для рыбной ловли оптимально, когда температура воздуха не менялась в течение трех дней более чем на 5 градусов Цельсия. При этом если наблюдается солнечная погодка, то клюет рыба намного лучше и чаще. В конце сентября и октября при первых заморозках караси могут начать зарываться в ил. Естественно, ловить их трудно, а рассчитывать на хороший улов бессмысленно. Ветер. Особенное внимание нужно уделить силе и направлению. При штормовом и порывистом ветре рыба, как правило, клюет очень плохо. Сложно реагировать на поклевку, будь то поплавочная или донная снасть. Сильный ветер заставляет наживку неестественно и интенсивно двигаться на дне, что пугает осторожного карася. Полный штиль, как правило, также неблагоприятен для рыбной ловли. В воде становится меньше кислорода, усиливается зной и даже не больше караси отправляются на глубину, где их можно периодически ловить только с помощью фидера и дальнего заброса. Положительно влияет на интерес карасиков к приманкам теплый южный ветер с небольшими порывами до 70 метров в секунду. Когда дуют восточные и северные ветра, то наблюдается резкое снижение клева, особенно летом. Как при сильном ветре, так и при его отсутствии карась практически не будет ловиться. Опытные рыболовы также рекомендуют располагаться на водоеме со стороны подветренного берега. Тем самым созданное ветром течение перераспределяет кормовую базу, несет в ту сторону, где расположена оснастка приманка, остатки прикорма, различных личинок и прочее, что сильно привлекает рыбу. Правда, если ветер чересчур сильный, то волны, бьющиеся о берег и прибрежную растительность, создают шум, который настораживает карася. Если вы заметили настоящий шквал, то лучше остаться дома. Но после того, как ветер стихнет, можно смело отправляться ловить эту рыбу. Очень любят караси кормиться рядом с берегом, где для них много лакомства, вымытого волной со всего водоема. Еще один факт, относящийся к влиянию слабого ветра на успех рыбной ловли, это создание ряби, которое лучше насыщает воду кислородом и служит своеобразной маскировкой, так как рыба не видит, что происходит на берегу и более уверенно интересуется крючком с наживкой. Оптимальным для удачной ловли карася является легкий ветер. Не стоит забывать и про расположение водоема, который может находиться в ложбине или быть окруженным лесом со всех сторон. В таком случае ветер мало влияет на клев. Поведение рыбы больше зависит от температуры воды и воздуха, давления, течения и даже от того, какой рельеф дна в том месте, где идет ловля. Если говорить о рыбалке на карася летом, то небольшие осадки в виде слабого дождя делают клев более устойчивым. Ловить ее в такие погодные условия проще. Она жадно берет наживку, радуясь небольшому похолоданию и притоку кислорода в воду. Часто карась лучше клюет перед грозой, но лишь короткое время. Он старается максимально откормиться и спрятаться от ненастья на глубоких ямах или в корягах. Осенний и весенний дождик заметно ухудшают клев. Причина этого – вода становится чересчур мутной, и караси практически перестают кормиться. Если летом выдалась пара дождливых деньков или всю ночь был ливень, то это обязательно увеличит уровень воды, на что рыба отреагирует крайне негативно и перестанет питаться. Зимой в период снегопада клюет карась заметно хуже. Помимо отсутствия осадков в это время года для его активности необходима еще и безветренная теплая погодка. Но такие погодные условия редки, поэтому и ловить карася на зимние снасти берутся немногие. Какая же погодка наиболее благоприятна для ловли карася? Обобщив сказанное выше, можно определить, когда лучше ловить карасей. В солнечный ясный день при небольшом южном ветре. Перед грозой или при моросящем дождике, характерно именно летом. В теплый безветренный, но пасмурный день. При низком атмосферном давлении, период умеренной температуры воды и воздуха. При отсутствии резких перемен погоды в течение последних двух-трех суток. Теперь вы знаете, какую погоду считать более благоприятной для карасиной ловли. Но не забывайте, что у каждого правила бывают исключения. Геомагнитная обстановка. Рыболовы в основном ведут споры вокруг фаз луны, однако не меньшие, а возможно, и большее значение оказывает наклев рыбы наше главное светило – солнце. Мы знаем, что возмущения на солнце влияют на работу спутников. В связи даже на людей, которых называют метеозависимыми. Впрочем, эти электромагнитные поля чувствуем мы, когда пользуемся мобильным телефоном или находимся в зоне мощных радиостанций. Описать словами эти ощущения сложно, но в общем и целом они похожи на легкое недомогание. И если мы наше состояние перенесем на более метеочувствительных рыб, то можно предположить, что для рыб это может быть куда более серьезным стрессом, чем для нас. Ветер. Ученые и их теологи проводили эксперименты с рыбками в аквариумах. Для этого они облучали рыб изменяющимся электромагнитным полем. Безусловно, уже доказано, что электромагнитные поля оказывают воздействие как на рыб, так и на структуру воды, и на ее живые кормовые объекты. Причем в начале, с ростом электромагнитного поля, рыба активизируется, но потом их активность существенно снижается, и рыба довольно долгое время приходит в себя. Такой пример я уже приводил выше, с приближением грозового фронта рыба начинает активно клевать, зато потом несколько дней может быть плохой клев. Причем здесь грозовой фронт, а дело в том, что не только Солнце, но и многие природные явления Земли вызывают мощные электромагнитные колебания. Чем мощнее, а вернее, чем с большей разницей температур сталкиваются атмосферные фронты, тем больше их возмущения происходит в электромагнитных полях. Плохой клев в такие переломные дни чаще всего приписывают перепадам атмосферного давления, но хочу подчеркнуть, не только им, но и электромагнитным колебаниям. Учтите, что, в отличие от человека, который может кушать даже при серьезной болезни, рыбы, как и живые организмы, кормятся только тогда, когда находятся в норме. Для рыбалки нет плохой погоды. Составив прогноз клева на основе метеороусловий, вы сможете на 80-90% предугадать, насколько активнее и лучше рыба будет реагировать на приманку. Однако нельзя забывать, что карась непредсказуем, а его поведение нередко сложно объяснить. На собственном опыте было неоднократно замечено, как эта рыба с периодичностью в пару минут клюет в жару с сильным северо-восточным ветром или, наоборот, при полном штиле. Тогда как при благоприятных обстоятельствах в виде небольших облаков, южного ветра и мелкого дождика поклевки полностью прекращались и даже смена приманок и места ловли были безуспешными. Поэтому лучше всего ориентироваться не только на погодные условия, но и на личный опыт, время года, особенности конкретного водоема и его обитателей. Желание и увлеченность рыболова, тщательно подобранная прикормка и хорошие снасти всегда смогут обеспечить неплохой результат рыбной ловли. Помните об этом и поскорее отправляйтесь на рыбалку. Да, кстати, теперь я добавил ссылочку под видео всеми любимого магазина, Декатлон. Тут и товары для рыбалки и все для путешествий. Короче, зацените. Ну и естественно ссылочки на лучшие рыболовные интернет-магазины тоже есть. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok